Празднование Успения Престы Богородицы Успения — это праздник представления Божьей Матери, когда она душой вознеслась в Царство Небесное и по сей день непрестанно пребывает вместе со Христом и молится за весь род человеческий. Но часто слышишь вопрос о том, а почему для нас, христиан, Успения — это праздник. Ведь для многих людей переход человека в вечность — это траур, это скорбь, это переживание. И отсюда у нас возникает и следующий вопрос. А как вообще мы, христиане, относимся к смерти? На эту тему мы сегодня пообщаемся с нашими гостями — отцом Алексеем, руководителем отдела религиозного образования и катехизации Самарской митрополии и Светланы Викторовны Явич. Светлана, отец Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Алексей, почему Успения — это праздник, а не траур? Да, День представления Пресвятой Богородицы в церковной традиции, как мы с вами беседовали, действительно не называется ни смертью, ни даже кончиной блаженной, как в отношении мучеников это используется, а именно успением, то есть сном. Это связано с церковным преданием, которое говорит о краткости пребывания Пресвятой Богородицы в огробе, в состоянии телесной смерти, и что по преданию она в этом состоянии прибыла не больше, чем ее Божественный Сын. И по церковному, скажем, не богословскому, но благочестивому преданию, учению, такому традиции, она также обретает телесное воскресение в третий день и возносится на небо. Этот праздник есть как и в восточнохристианской нашей православной традиции, так примерно такое же учение присутствует и в Западной Церкви. О Богородице, о той, которая сподобилась стать вместилищем Божества на земле, и не только телесно это исполнила, но и всей своей жизнью дальнейшей земной связала себя плотнейшим образом через своего Сына с Богом, с Отцом Небесным. И тем самым здесь во временной жизни уже обрела жизнь вечную, небесную. И поэтому в скорости стала как бы ее полноценной участницей и обрела даже, как учит церковные традиции, славу, которая, ну, как бы вот в соответствии с ее делами и благочестием по учению апостола Павла раскрылась вот в ее уже небесном вечном бытии, что ее христиане исповедуют как молитвенницу и заступницу и обращаются к ней со своими молитвами с просьбой поддержать их ходатайство перед Богом на путях спасения вечного и преодоления каких-то земных сложностей, задач, которые каждому человеку, в общем-то, предстоят. А как мы, христиане, тогда вообще относимся к смерти? Почему тогда для нас все-таки это траур, это скорбь, разлуки, расставания? Почему мы к переходу человека в жизнь вечную не относимся так же, например, как к празднику успения? Почему для нас это всегда траур? Мы же все-таки верим и надеемся, что Господь примет душу в Царство Небесное, что человек будет радоваться. Как думаете, слава? Или все-таки здесь больше играет тот факт, что человеку тяжело порой расставаться с близким, вот эта разлука долгая. И все-таки это в разлук это временно, потому что мы все равно рано или поздно, мы все всегда встретимся. Но все-таки в основном это всегда скорбь, это всегда траур, это всегда грусть, печаль. Хотя, опять же, есть и другие ситуации, когда вот читаешь о том, как отпевали мучеников, что люди не испытывали скорби или печали, но наоборот, такую тихую радость внутри себя испытывали и такую добрую надежду, что эти люди теперь не просто в Царстве Небесном, но стали представителями и молитвенниками тоже за людей. Вот, Светлана, как вы думаете, почему вот у нас все время нет такой непрестанной радости о наших усопших, которые отходят в мир иной? Ну, потому что есть страх. Страх есть. Потому что, опять, как мы уже говорили в предыдущих программах по поводу того, что мы, люди советского времени, считали, что жизнь на земле заканчивается именно смертью. Вот, и никто не рассуждал по поводу того, куда же мы попадаем дальше. Мы как бы говорили о том, что душа бессмертна, но не более того. Ведь это идеяно оформлялась и в творчестве, и во всем. Конечно, да. Жизнь только миг между прошлым и будущим. Да, 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 в прошлом и будущем, да. Вот, поэтому все это было обречено какими-то суевериями, как то, что страшно, всегда хочется как-то избежать. Ну, я так думаю, что почему вот такая скорбь? Потому что, прежде всего, страх. Страх. Страх из-за того человека, который ушел. И, конечно же, это расставание с человеком. И это расставание, оно... Оно как... Ну, что оно навсегда, это расставание. Вот что самое страшное. Сейчас, конечно, может быть, люди немножко по-другому стали к этому относиться. Но, честно говоря, я ни разу не видела и не слышала о том, чтобы люди спокойно к этому относились. Вот не видела. Не знаю, может быть, где-то очень благочестивые, очень высеркленные люди как-то по-другому к этому относятся. Но вот среди мирян такого я не наблюдала, по крайней мере. — Отец Алексей, как все-таки нам должно относиться к смерти? Вот со страхом ожидания неизвестности или с трепетом и благоговением к будущей нашей встречи с Богом? Как вот мы, христиане, все-таки относимся к этому? Потому что мы же даже в наших молитвах вечерних напоминаем себе, что мы здесь временно, и святые отцы говорят, помни час смертный. Если вот вы говорите, до этого люди, наоборот, всячески старались избегать всяческих разговоров о смерти. Но, кстати, не только до этого, да и сейчас. Кстати, множество суеверий, о которых вы вскользь сказали, они тоже с этим связаны. То есть так, чтобы ни в коем случае, каким-либо образом не затронуть эту тему, вообще не думать об этом никак и нигде. И тут мы у отцов видим, помни час смертный. То есть где вот эта грань? Как нам поступать все-таки по христианам? И как правильно относиться к этому, чтобы преодолеть вот этот страх? Потому что все-таки страх смерти, он в каждом человеке есть. И можно под разным углом на этот страх смотреть. Кто-то скажет, что это страх естественный, да, страх вот животный, что, да, там, и какой-то инстинкт самосохранения, да, чтобы постараться выжить любой ценой. С другой стороны, мы можем сказать, что это страх противоестественный. Потому что человек был создан Богом для жизни вечной, и никакой смерти не должно было быть. Но, к сожалению, человек согрешил, и грех явился причиной смерти человека. И поэтому смерть для человека противоестественна. Сама мысль о том, что меня может не быть, она в голове простого нормального человека, она никак не укладывается. И вот как вот эти внутренние противоречия, когда возникает вопрос будущей жизни преодолеть христианину? Какой вот нам путь избрать того, чтобы найти какой-то внутренний действительно мир и баланс в понимании жизни будущей? Да, вы правы. Наверное, действительно, все-таки страх есть и там, и там, но это разный страх, и разная природа, и разный повод у него. Мы, священники, вынуждены так или иначе становимся, вот о чем вы сказали, что мало статистики, скажем, в вашем случае. У священников несравненно больше статистики проводов, похорон. И меньше последнее время, но, слава Богу, еще мы встречаем такие вот варианты, как благая кончина, зрелая такая, да, человека, который какой-то деятельной, доброй жизнью и верой своей подошел к логическому завершению земного этапа. И мирно, тихо, с радостью на лице, с каким-то покоем разливающимся вокруг. И действительно, какой-то очень такой тонкой радостью сопровождаются его проводы и прощание без всякого надрыва, без вот этого вот, как бы, ощущения обрыва, да, распада бытия, ткани бытия, без трагедии. Это удивительный опыт, и мы, вот, пастыри, со своими какими-то страстями и заботами и своей суетой жизненной бесконечно благодарны Богу за то, когда Он дает возможность прикоснуться к такому. Потому что это не наш плод, не наша заслуга. Это так же, как исповедь глубоко верующего человека, который действительно живет тоской по Богу, стремлением к Нему. Когда священник, как бы, к этой чистоте, сам даже ее не имея, прикасается, он пользуется этим плодом в меру своей профессиональной обязанности. И его душа возвышается, и сама приобщается к покаянию. Вот, да, но больше, конечно, по статистике у нас вариантов даже не трагических проводов, не надрывных, к сожалению, я бы сейчас сказал, и таких мало стало. И по ним не то, чтобы тоскуешь, упаси Бог, скучаешь, это тяжело. Но такие проводы усопших, они, тем не менее, священникам воспринимаются как настоящие, как искренние. большинство стало похорон, проводов таких формально ритуальных. Если там есть плач, он часто связан с тем, что человек лишается какой-то части своей жизни привычной, да, либо источника финансирования, либо источника каких-то телесных благ, там, и всего прочего. То есть, его, он что-то теряет. То есть, когда ты в прощальном слове пытаешься сподвигнуть людей на некую скорбь и заботу о душе близкого человека, то есть, на него, скажем, фокус-то внимания перенести с себя, не твое страдание, здесь важно, его переход совершается, он достиг черты вот этой вот финальной судной, что нужно способствовать, помочь его душе перейти минимально травматично вот эту грань. Здесь очень часто встречается цена непонимания, даже в глазах тех людей, которые стояли, крестились и держали свечи в руках, то есть, вроде как бы декларировали себя верующими. То есть, действительно, можно говорить, что по слову Писания оскудеет сын человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле, это первое, и второе, по причине умножившегося беззакония во многих охладеет любовь. То есть, эти процессы, они озвученные в Писании, они разворачиваются во времени, они являются, да, предвестниками завершения земной истории, мы не знаем, когда это будет, когда это достигнет своего апогея, но развитие этих процессов мы можем видеть. Если для человека кончина, это действительно не вот как-то спелость, которая звучит в слове успение, да, не только сон, но вот и спелость, то есть, созрел плод, и вот любящие руки садовника, да, творца, снимают его, забирают к себе, и мы ждем встречи, да, то есть, вот такое живое духовное переживание, расставание и грядущей встречи, оно подвигает к молитве, оно подвигает к надежде, да, к тихой печали, о том, что здесь рая нет, что мы его потеряли, но надежда на то, что мы через причастность Богу во Христе мы обретем его вновь, вот, Мильтон, да, рай потерянный, рай обретенный, то есть, надежда, вот это, она ведет сквозь скорбь, если этой надежды и веры нету, и нет любви к тому человеку, которого провожаешь, ну, конечно, это выглядит все очень по-другому, это выглядит, во-первых, как утрата, значит, какой-то удобной, приятной части своей жизни, и как жесточайший намек в сторону того, что и ты не избежишь такого же, то есть, вот этот страх смерти, он предстает в таком виде, это не христианский страх смерти, это действительно что-то вот сродни животному, хотя животные, как свидетельствует, ученые такого не переживают, то есть, вот если произошел упадеж, там, скота, то близкие даже, там, родные, но редко животные, там, скажем, так переживают трагически надрывно, гибель, там, детенышей, там, своих родственников каких-то, то есть, это какая-то поломка духовная, глубокая в нас, она присутствует, забывших о Божьем Царстве, забывших о своей Родине, об Отечестве Небесном, и это, конечно, очень тяжело, и здесь это возникает, вызывает не осуждение, а глубочайшее соболезнение, сочувствие, но без личной веры человека ключа к этой ситуации нету, никакого, не избавишь от этой боли, от этой скорби, и выхода никакого не найдешь, и вот этот страх, вот он, можно назвать его таким животным, да, земным страхом, о котором вы говорите, страх смерти, в духовном понимании страх Божий, это боязнь, боязнь оскорбить Бога, боязнь не созреть к моменту того, когда садовник захочет снять тебя, твой плод, уже, значит, собственно, в свое какое-то хранилище, там, или куда-то, принять, а ты вот будешь испорченным, там, и не порадуешь, не порадуешь того, кто тебя создал, вот, духовный страх смерти, он, он другой, он вот такой, поэтому там и сказано в этой фразе, что помни, час твой смертный, вовеки не согрешишь, вот, то есть, если такая вот, через Бога, переживание, через смысл бытия, своей временности, здесь, на земле, он рождает совершенно другие плоды, нежели вот, как бы, вот этот вот страх. Мы можем выделить, получается, два, вот, из нашей беседы, два ключевых момента. Первый, в отношении к смерти, это все-таки надежда на жизнь вечную, надежда и вера Царства Небесные, и второе, это страх, но страх благоговейный, перед тем, чтобы нам было не стыдно предстать перед Богом. И страх именно за то, что мы как-либо оскорбим или предадим любовь божественную, и не успеем, и не сможем принести Богу покаяние, и вот в таком недолжном виде предстанем перед Богом. Еще вот вопрос, который бы мне тоже очень хотелось бы с вами сегодня обсудить, связанный с такой непростой темой, это тоже обилие различных суеверий. Вот, я думаю, не только священники, но и многие люди постоянно с этим сталкиваются, потому что многократно всегда спрашивают, батюшка, можно ли там вот от усопшего какие-то вещи взять, или их там нельзя трогать, или вот тут надо там свечку нельзя там задуть, нужно обязательно там как-то потушить, нужно там стакан с водой, с хлебом поставить, и так далее. Понятное дело, что то, перед чем человек испытывает страх, он пытается это как-то объяснить, пытается как-то понять, как-то может даже защититься, оградиться от этого. Но вот хотелось бы тоже разобраться, как нам правильно себя вести вот в таких трудных жизненных ситуациях, когда происходит разлука, когда происходит расставание, когда наша задача не только думать о том, как перенести утрату, да, понятное дело, мы поддерживаем друг друга, пытаемся преодолеть это горе, но все-таки основная наша задача, как христиан, и о чем отец Алексей сказал, это молитва за усопшего. Он сейчас предстает перед Богом, он нуждается в нашей молитвенной поддержке, в наших добрых делах, в нашей жертве за него. Как правильно помочь усопшему? Как вот избежать вот этих различных суеверий, и как действительно нам поступить правильно? Потому что многие люди, они действительно искренне хотят помочь усопшему, они действительно хотят сделать все правильно. Вот это вот самый главный вопрос, батюшка, как нам помочь усопшему, как нам правильно все сделать? Отец Алексей, вы как думаете, что самое правильное в деле молитвы об усопшем, в деле поминовения усопших? Как вы сказали, из христианской русской традиции, не только русской, это храмовое поминовение, литургическое молитвенное поминовение, домашняя молитва близких, причем домашняя молитва возможна даже из-за человека и неверующего, и некрещенного, и даже, упаси Бог, такой трагедии семейной, как за самоубийцу. То есть домашняя молитва, она шире имеет, скажем, границы даже, чем церковная. Церковная молитва, она возможна за человека верующего, желательно даже являвшегося членом церкви, участвовавшего в таинствах. Но даже мы сейчас делаем такую поблажку, скажем, расширяем эту категорию, просто человек был крещенным и не отрекался от веры. То есть это минимум какой-то, который может говорить, человек принадлежал к церкви. Следовательно, церковь имеет право за него молиться. То есть он себя добровольно из рядов не вычеркивал ни отречением от веры каким-то публичным, там, у которого есть свидетели, ни самоубийством. Домашние молитвы даже эти категории может включать в себя. И любовь близких, она может сподвигать их и хорошо, если она это делает, вот на молитву Богу о том, чтобы наши какие-то добрые дела, наши милостыни, наша помощь нуждающиеся. Бог принял как то, что человек наш близкий не успел своими руками доделать на земле. Вот эта жертва, жертва верующего сердца, она, как учат нас святые, авторитеты церкви, она может быть принята Богом. Не, конечно, какие-то даже, собственно, ритуальные вещи, там, изобильные, там, поминальные столы, которые были некогда тоже формой милостыни, кормлений нищих, не самим сесть наесться в память об усопшем, а раздать пищу в милостыню нуждающимся, чтобы, подвигая их на молитву и на милосердие Божье ответное. Да, и тут вот как раз-таки одно из самых таких распространенных заблуждений, что якобы душе нужно на том свете, значит, есть и пить, и чтобы она могла есть и пить, люди, значит, здесь должны есть и пить, приносить какую-то еду, и вот ваши слова целесе как раз-таки разбивают вот этот миф и суеверие, что душа не нуждается ни в едении в питье, но единственный смысл еды, это чтобы оказать милость, помочь людям сделать доброе дело, а люди в благодарность будут искренне молиться об усопшем. Возможно, в простонародье так объясняли когда-то, что которые верили, уподобряли загробные жизни вот здешней земной, что тоже нужно что-то есть, нужно где-то согреваться, одежда нужна, вот может быть так педагогически объяснял духовенство, я не удивлюсь, что вот хочет, чтобы она там была сыта, твоя любимая бабушка, здесь накорми нуждающегося, хочет, чтобы она была одета, не мерзла, подай одежду нуждающемуся, по слову Писания, в этом тоже ничего нет плохого, но когда эту пищу начинают закапывать в могилу, это, конечно, это бред, простите меня, тапочки, какую-то одежду там хоронить в землю, это, конечно, уже мракобесие полное и дьявольщина, в общем-то. Спасибо большое за интересную беседу, отец Алексей, Светлана, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, увидимся в следующий понедельник, в половине восьмого, Ангела всем хранителя. Редактор субтитров А.Семкин